Ну что, продолжается наша программа. Фаиль в красной куртке, красный унитаз. Что мы будем делать, Фаиль, рассказывай. Сегодня мы исполним мою давнюю детскую мечту или желание, что ли. Но в детстве здравого смысла, говорю, мне не делать этого. И сейчас, по крайней мере, я уже могу это осуществить безопасно и интересно. То есть в детстве у тебя здравого смысла было больше, чем сейчас? Нет, почему? Я бы так не сказал. Сейчас я скажу, что у меня больше практики, и я больше знаю, как бы, с другой стороны, как сделать что-то безопаснее. Что мы будем делать? Сегодня я хочу рассказать вам про гидроудар. Или, более скажем, шире, гидродинамический удар. А точнее, расскажем и покажем силу воды. Для начала простой эксперимент. Я беру стеклянную бутылку и резиновый молоток, киянку. Вот стеклянная бутылка. Она очень крепкая, я вам скажу, выдерживает давление. И берем классический молоток. Вот он. Сейчас я ударяю по бутылке. И что произойдет? Ну, я думаю, что она, возможно... А, донышко отлетит. Нет? Я не знаю. Ну, пустая бутылка. Давайте проверим. И один, два, три. А, ничего не произошло. Ничего не происходит. Еще сильнее. Ничего. Ходите, можете, даже сам не ударить. Ничего. Но ничего не произойдет. Но если в эту бутылку добавить совсем чуть-чуть воды, буквально миллилитров 100-150, вот сейчас я как раз-таки это и сделаю. Так. Так, хорошо. Вот, совсем чуть-чуть воды добавил. И если мы теперь ударим по этой бутылке, то вода, которая не успеет догнать эту бутылку, потом догонит дно бутылки и со всей своей силой выбит это дно. Это в теории. Подожди, я сделаю вот так. Давай. Это в теории, конечно. А сейчас мы проверим на практике. Три. Ударяем ровно. И. Идеально. Получилось? Ну, оно действительно получилось идеально. Я согласна. Ровно у нас выпало дно. Вот можно как пазл теперь собрать. И оп. А теперь тоже... А, в чем здесь принцип-то? А принцип у нас в том, что у нас с вами вода не сжимается. И на этом основаны многие механизмы, я вам даже скажу, с помощью воды, которая работает сейчас. Секунду. Я надеюсь, что у нас сейчас на экране есть, да, не повторять. И мы напоминаем всем детям, что все то, что сейчас вы видите на экране, абсолютно запрещено делать без взрослых. И даже не просто взрослых, а тех, которые знают, как это делается. Все верно. Теперь, в чем же изюминка сегодняшнего эфира? Это наш с вами красный санфаянс. Сейчас я беру самую обыкновенную петарду. Там, мне повторять, да? Все окей? Да. Беру петарду. Тут всего ничего. Третий корсар. Теперь я поджигаю эту петарду и бросаю, внимание, в пустой унитаз. Там сейчас воды нет. Периодически вам будет не слышно фаиля, потому что я буду, по всей видимости, убегать. И убегать буду с микрофоном. Прости. Я думаю, сейчас уже пора отбежать. Метров на пять. Я только подожгу петарду и брошу ее в пустой унитаз. Тоже отбежишь? И, конечно, тоже отбегу. Я пошла? Да, да, да. Отходим. Молча это делаем. Мне, на самом деле, было очень страшно. Я до последнего волновался. Но мы видим все правда. Поскольку у нас воздух амортизировал этот взрыв с унитазом, ничего не случилось. А теперь проверяем действительно давление, а точнее еще проверим закон Паскаля. То, что у нас давление во все стороны распространяется одновременно. Сейчас я заполняю унитаз водой. Ну, знаете, как там заполняется вот этот водяной замок. И снова бросаю петарду. Набираем воду. Мне кажется, у нас было очень много сумасшедших опытов в эфире нашей программы. Но этот, на мой взгляд, точно будет в топе. Не знаю, как насчет первого. Мы посмотрим сейчас и увидим эффект. Но то, что он будет в топе пяти самых дурных и безбашенных, это точно. Все верно. Вот, сейчас я набрал в унитаз воды. Там вода. Видно водяной замок, да, который не пускает запах из канализации. Можно, кстати, это подснять. Вот стандартный, классический, классическое устройство унитаза. Видите, да, не сочинили, не придумали он. Настоящий. Теперь я сам даже не знаю, сработает это или нет. Но в теории должно сработать. Проверим. Все, мне убегать? Ну да, я тоже буду убегать очень быстро. Давайте отходим на безопасное расстояние. Почему так страшно даже на безопасном расстоянии? Я не верю, что это безопасно. С моей везучестью я точно поймаю кусок унитаза. Так, не настраиваться, не настраиваться. Все будет хорошо. Я подальше. Ну. Так, что-то пошло не так. А он сейчас еще раз не рванет? Нет, еще раз не рванет. Еще раз попробуем. Ну, на самом деле мне показалось, что там просто петарда была слегка маловато. А нет, а можно две. А, у нас есть побольше. Поэтому я взял побольше. А, нет, смотрите. Все сработало на самом деле. Можно посмотреть поближе. Все сработало. Только у меня оторвало днище унитаза. Давайте посмотрим на это. Сбоку. Вот получается, вот оно отверстие. Вот я могу даже руку просунуть. Вот как бы. Привет. Как бы. То есть, да, гидроудар сработал. Как бы все оторвало. Но не сбоку, как я думал, в теории. Но снизу, видимо, там было самое слабое место. Конкретно у этого. Ну, правильно. У бутылки оторвало днище унитаза тоже оторвало днище. А, все верно получается. Но я думал, в сторону разнесет. То есть, у меня нет смысла повторять спетарды побольше. В общем, как я и думал, действительно, в детстве, то есть, спетарды унитаз бросать не стоит. Потому что, действительно, хрупкий унитаз разносит. Поэтому, да, гидроудар сработал, действительно. Поэтому, кстати, и используются техники, всякие амортизаторы, всякие гасители этого гидроудара. Это применяется. То есть, получается, теперь уже... А, ну да, там же вода будет вытекать. Мы уже даже не наполним. В общем, это было не так страшно, как мы предполагали. Потому что я уже приготовилась к тому, что сейчас красный унитаз разметает по всему белому полю. Но, к счастью, этого не произошло. Поэтому, я надеюсь, мы дали вам бодрости сегодня на везде, нехорошего настроения. И еще раз напоминаю, не повторять этого без людей, которые разбираются и понимают, что они делают. Не повторять в особых местах под названием... Да. Ньютон-парк. Это точно. Все, продолжаем нашу программу. Передаю слово моим коллегам в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова